Бесьмеля. Проходим IT-книгу, архитектура компьютера, и мы на 114 странице, это вторая глава, скази-диски. Мы переходим к интересной теме. Здесь будут идти скази-диски и рейт-массивы. Это важная тема для, скажем, второго основного модуля. Да, или третьего, я уже не знаю. То есть это уже будет, скажем, фишки сисадмина. И использование рейт-массивов для серверов это обязательное условие, потому что повышается отказа усочивость. Но я понял, что на прошлом уроке, когда мы проходили магнитные IDE-диски, мы не поговорили о важной теме, маленькой теме, скажем, или большой теме, но здесь почему-то не сказали. То есть мы примерно узнали, как работает HDD-диски, и с помощью намагничивания, скажем, определенных участков, если участок намагничен, естественно, это единица, если не намагничен, то это ноль. И, соответственно, тема восстановления файлов очень важная и интересная тема. Получается, невыгодно при удалении файлов. Вот что происходит, когда вы удаляете большой файл. Файл, например, видеофильм 10 гигов. Или же папку с игрой 50 гигов. Что происходит с жестким диском? Ну или SSD. Да ничего не происходит. Просто он становится невидимым для вас. Даже если вы закинули на корзину, и в корзине нажали очистить, он лежит ровно на том же месте. Потому что что? Потому что не имеет смысла перетирать. Нет такого понятия. Пустота на жестком диске или SSD, либо единица, либо ноль. Все равно будет. И ему, по сути, без разницы. А нет такой функции, типа нету данных. То есть участок намагничен, либо не намагничен. Соответственно, данные там лежат, просто скрываются системы для нашего удобства. Система говорит. Да, здесь лежат файлы, но нам они не нужны. И когда вы записываете новый файл, скачиваете, например, игру или фильм. Без разницы какой-либо файл. Он может перезаписать на то место. То есть, где лежал, где лежал этот файл. Тогда восстановление будет проблематичным. Соответственно, какой-то участок будет поврежден. Если файл был 3 мегабайта, видео 10 гигов, то часть будет повреждена. Его можно будет восстановить. Но вот где 3 мегабайта, она будет повреждена. Потому что там данные будут от другого файла. Также, соответственно, можно просто восстановить. Как работают программы? Они просто залазят под корочку, под систему и вытаскивают файлы. И у меня есть подробнее об этом целый урок. Как восстановить данные. Я там об этом рассказываю. О механике работы. И показываю, как это все сделать. Очень важная тема. Почему-то здесь ее не затронули. Чтобы полностью стереть файлы, существуют разные программы. Сейчас посмотрим. У меня стоит CCleaner. Есть, например, стирание дисков. Пожалуйста, смотрите. Есть такая функция стирания дисков. И заметьте, что есть простая перезапись. Он перезаписывает. Допустим, я выберу диск какой-нибудь D. Полностью диск, например, запишет полностью нулями. Или полностью единицами. Соответственно, это удоемкая работа. И уменьшает ресурс. Представьте, если бы каждый раз, например, когда мы удаляли файл. Вот смотрите. Вот он записал файл, потратил какую-то энергию и какой-то ресурс. Допустим, у него же есть определенный ресурс. Например, там миллион перезаписей. Потому что это же не вечное. Хоть SSD, хоть HDD. Соответственно, если мы удаляем, ничего не происходит. Ему не надо. Но когда появляется новый файл, он его меняет на нужный. А где нужный стоит, например, там уже единица, единица, ноль, ноль, единица, например. Где нужно стоит, он его оставляет. Соответственно, тратит намного меньше ресурсов, если бы там были одни нули. И заметьте такую вещь. Даже если сделать один проход, даже тогда после перезаписи можно восстановить файл. Я, честно говоря, не знаю и не понимаю, как после первого прохода можно что-то восстановить. Возможно, есть, скажем, допустим, там какие-то слои. Остается отпечаток слоя. И можно заглянуть глубже специально. Использую уже не программу, а специальное оборудование. Лично я много раз восстанавливал. И если использовать первый проход, естественно, я ничего не мог восстановить. Даже человек, получается, просто что-то удалил, потом пару дней поработал, накачал там на 10 мегабайт. Даже тогда было с трудом восстановить. Даже иногда не находились файлы, которые были удалены и ничего не было записано. Как будто их не было. Я не знаю, в чем дело. Возможно, программы плохие были и так далее. Но типа вот 7 проходов ты делаешь, его не восстановить. И видите, здесь есть типа 35 проходов. Зачем делать 35 проходов, если есть, например, один? Соответственно, типа 100% гарантия, а здесь, например, 70% гарантия. Ну, представьте, весь диск пройти 35 проходов. Соответственно, длина будет, ну, время будет затрачено в зависимости от объема диска. Ну, вот такая функция есть. Можете погуглить, сами посмотреть, почему именно используется вот такое количество проходов. Возможно, здесь что-то расскажут. Ну, я сомневаюсь, потому что здесь как-то в ненужных моментах какие-то формулы дают ненужные. А когда касается дела и практики, непонятно. То есть вот эта вот информация очень важна, потому что восстановление данных, оно будет актуально во все времена. И одна из самых главных обязанностей админов, как и шутка такая, есть админ, который делает бэкапы и который уже делает бэкапы. То есть не бывает админа, который не делает бэкапы. Главная задача админа делать бэкапы, резервные копии, восстанавливать все, что угодно. От там сетевого оборудования, контроллеров, доменов там до... У него должен быть везде резерв. То есть задача обеспечить бесперебойную работу сотрудникам. В случае падения ядерной там бомбы, у вас должен быть там по сути, ну как бы в идеале резервный ЦОД где-нибудь в другой стране. Чтобы работа эта не прервалась, вы могли там тремя кнопками переключить пользователей, чтобы они работали удаленно. То есть вы должны представлять, ну разные ситуации, там метеорит упал на главный офис и так далее. Ну понятно, все от бюджета зависит. Если типа отказоустойчивость позволяет, ну высокая должна быть. Есть также разные там у ЦОДов сертификации типа ТИР-1, ТИР-2, ТИР-4. ТИР-4 это 99.97 аптайма за год. То есть это примерно там что-то 3 дня простое максимум. Это типа самый, ну ТИР-4 высокий ТИР. По-моему, или это ТИР-3, по-моему ТИР-4. Но не СОДЬ. Мы потом будем об этом в любом случае говорить. Вот есть такая фишка. Итак, переходим к чтению. Почитаем, что нам рассказывается. Это вот важные моменты для 5 системных администраторов и вообще, кто связан с серверами, чтобы понимать, что это такое. Сказе диски. С точки зрения расположения цилиндров, дорожек и секторов, они отличаются от IDE дисков. Но они имеют другой интерфейс и более высокую скорость передачи данных. В 1907... Ну, то есть мы поняли, да, IDE мы проходили. Соответственно, здесь важна пропускная способность, да. Для чего это может быть важно? Возможно, не нужно большой объем, например, там 6 гигабайт в секунду копировать, да. Но суть в том, что бывает необходимость, например, база данных стоит и там 5000 запросов в секунду идет. Может быть, такая необходимость, понимаете? Может быть, 5000 запросов по трафику, это там 5 мегабайт в секунду. Но именно по секторам в разных местах расположены. Может быть, такое. Ну, я предполагаю, что про это говорится. В 1979 году компания изобретателя дискета Говарда Шугара, Ховард Шугард, выпустил диск с интерфейсом САЗИА. Шугард Association System Interface. В 1986 году институт Анчи после длительных обсуждений несколько преобразовало этот интерфейс, изменил его название на сказе. Small Computer System Interface. Не проканал парню свою фамилию ставить в интерфейсе, как рентген, наверное, хотел. Интерфейс малых вычислительных систем. Аббревиатура сказе произносится как сказе. Версия, работающая с более высокой скоростью, получила название фаз сказе 10 МГц, ультра сказе 20 МГц, ультра 2 сказе 40, ультра 3 сказе 80, ультра 4 сказе 160. Каждый из этих разновидностей также имел 16-разрядную версию. Собственно, все последние разновидности существуют только в 16-разрядах версии. Основными параметрам всех этих версий сведены в таблице 2 и 3. Обратите внимание, что здесь именно мегабайт, и есть уже ульта 5 версия, где скорость составляет 640 мегабайт в секунду, что используется в этих SSD-шниках. То есть, для HDD обычно достаточно вот такого. Ну, может, какой-нибудь есть HDD с 15 тысяч оборотов, может, разгоняется 320, я не знаю, не помню. Поскольку у сказей дисков высокая скорость передачи данных, они используются во многих высокопроизводительных рабочих станциях и серверах, обычно в конфигурации RAID. Но, видите, немножко неправильно я рассказал про множественный запрос, просто увеличенная скорость, чем у обычного HDD. В сказе это непростой интерфейс жесткого диска. Это шины, к которым могут присоединяться сказе контроллера и до 7 дополнительных устройств. Ими могут быть один или несколько жестких сказе дисков. Дисководы, CD-ROM, сканеры, накопительные на магнитные ленты и другие периферийные устройства. Каждое устройство имеет свой идентификационный код от 0 до 7 до 15 для 16-разрядных версий. У каждого устройства есть разъем. Один входной, другой выходной. Кабели соединяют выходной разъем одного устройства с входным разъемом следующего устройства. Это похоже на соединение лампочек в елочной гирлянде. Последнее устройство в цепи должно быть терминальным, чтобы отражение от концов шины не искажали данные в шине. Обычно контроллер помещается на встречной карте и является первым звеном цепи. Хотя это не обязательно. Самый обычный кабель для 8-разрядного сказе устройства имеет 50 проводов, 25 из которых заземление. Спарено с 25 другими, за счет чего обеспечивается хорошая помехоустойчивость, которая необходима для высокой скорости и работы. Из 25 проводов 8 используются для данных. Один для контроля отчетности, 9 для управления, а оставшиеся зарезервированы для будущего применения. 16 и 32-разрядным устройствам требуется еще один кабель для дополнительных сигналов. Кабели могут иметь несколько метров в длину, чтобы обеспечить связь с внешними устройствами, сканерами и тому подобное. В сказе контроллеры и периферийные сказе устройства могут быть... Вот я не слышал, что был сказе сканер, сказе диски и все только. Видимо вымерли. Зачем серверный сканер на сказе устройствах? Сказе устройства могут быть источниками или приемниками команд. Обычно контроллер действует как источник. Посылает команды дискам и другим периферийным устройствам, которые в свою очередь являются приемниками. Команды предоставляют собой блоки до 16 байтов, которые сообщают приемнику, что нужно делать. Команды и ответы на них оформляются в виде фраз. При этом используются различные сигналы контроля для разграничения фраз и разрешения конфликтных ситуаций, которые возникают, если несколько устройств одновременно пытаются использовать шину. Это очень важно, так как интерфейс сказе позволяет всем устройствам работать одновременно, что значительно повышает производительность среды, поскольку активизирует сразу несколько процессов. в системе IDE и EDE, Extended IDE, мы помним с прошлого урока, активно может быть только одно устройство. Так, ну давайте я предлагаю глянуть. Обычный диск, у него есть странный интерфейс. Видите, а давайте против IDE и сделаем. Ну вот, вот так вот сказе выглядит мое время, по крайней мере. Это вот салазки для горячей замены сюда вставляется. Видите, вот они SAS диски. Так. Ну, я вот не знаю, что это, Fujitsu. Это вообще сказе, нет, я не знаю, что. Вот это больше похоже. SAS, мы не дошли до SAS. SAS тоже серверные диски на высоких скоростях работают. Давайте посмотрим. Разные интерфейсы. Но здесь непонятно, что к чему. Вот так выглядит IDE, видите, да, кабель. Раньше были такие вот, белый, верхний вставлялся в CD-ROM, черный типа в CD-ROM. Но можно было жесткие диски подключить. Я не знаю, для чего цвета нужны были. Что-то плохая картинка. Вот здесь скорость мы видим, 150, да, здесь 320. Просто SAS диски используем. А чем отличаются SAS диски от SAS дисков? Я теперь запутался немножко. Ладно, узнаю. Кази-диск в САС. Или это интерфейс? А, SAS это интерфейс, окей. Да, я использую. Просто некоторые называют SAS диски. Это, видимо, и есть Кази-диски, просто интерфейс у них. Подключение через SAS идет. Здесь я правильно понимаю, почему нет этого раздела. Интересно. Ну вот он. Здесь написано. 320. Всказе диска я вижу 320. Скорость. Обороты не написано. Хотелось бы за... 10к обороты, видите, у него, скорее всего, это... То есть есть 5200, а 5200, 7200, 10000 и 15000 оборотов. То есть это не самый быстрый даже диск. 146 гигов. Ну окей. Давайте дальше. Перейдем к рейт-массиву. Производительность процессоров за последние десятилетия значительно выросла. Увеличилась почти вдвое каждые полтора года. Однако с производительностью дисков дело обстоит иначе. В 70-х годах среднее время поиска в мини-компьютерах составляло от 50 до 100 миллисекунд. Сейчас время поиска составляет от 10 миллисекунд. Во многих технических отраслях, например, в автомобильной или авиационной промышленности, повышение производительности в 5 или в 10 раз за два десятилетия считалось бы грандиозным. Но в компьютерной индустрии эти цифры вызывают недоумение. Таким образом, разрыв между производительностью процессоров и дисков все это время продолжал расти. Как вы уже видели, для того, чтобы увеличить быстродействие процессора, используются технологии параллельной обработки данных. Уже на протяжении многих лет разным людям приходит в голову мысль, что было бы неплохо сделать, чтобы устройства вывода также могли работать параллельно. В 1988 году Патерсон в своей статье предложил шесть разных вариантов организации дисковой памяти, которую могли использовать для повышения производительности, надежной или того или другого. Эти идеи были сразу заимствованы. Подняли задачу, как ускорить работу дисков. Все просто. Эти идеи были сразу заимствованы производителями компьютеров, что привело к появлению нового класса устройств, ввода, вывода под названием RAID. Изначально аббревиатура RAID расшифровалась как Redundant Area of Expensive Discs. Избыточный массив недорогих дисков. Но позже буква I в аббревиатуре вместо изначального Expensive, недорогой, стала означать Independent, независимый. Что более, на самом деле, правильно. RAID не бывает дешевым, на самом деле. Может, чтобы производители могли делать диски неоправданно дорогими. RAID массиву противставлялся диск SLED, Single-Rage Expensive Discs. Один большой, другой стоящий диск. Основная идея RAID состоит в следующем. Рядом с компьютером, обычным большим сферем, устанавливается бокс с дисками. Давайте мы его сразу глянем. Так, RAID корзина. Выглядит вот обычно вот так. Еще у нее лампочки есть. Здесь мигает. Может, вот так выглядит. Смотрите, видите, это, грубо говоря, это сервак, по сути. Хотя я не знаю, я вот не работал с такими большими RAID корзинами. Хотелось бы. Но вот как-то не довелось обычно все это, локально делал. Грубо говоря, видите, вставляется сервенную стойку. Давайте посмотрим в серверной, как она выглядит. Вот, пожалуйста, видите, если диск есть, кнопочка горит. Если там мигает красная, значит диск сдох, его надо заменять, но админ за этим следят. Может вот так выглядеть, да? Например, RAID корзина, видите? Ну, это вообще сервак уже отдельный. Ну, вот корзина. К этой корзине может подключаться множество компьютеров. Сколько угодно, грубо говоря. Здесь плохо видно, конечно. Вот это вот серваки все идут. Видите, они такие плоские. Одноюнитовый, двухюнитовый. И вот, не знаю, корзина, не корзина. И, допустим, здесь 20 серваков, и они могут подключаться к RAID корзине. Через специальные устройства, через оптические, например, кабеля. Вот, пожалуйста, видите, сколько здесь это все. Вот 146 написано. SAS, видите, SAS диски, да? Те же сказки с трефисом SAS. Просто, видимо, быстрее это все работает. Пожалуйста, видите, несколько видов корзин. Здесь роутер. Стоит. Блин, куда я подключился? Есть вот такое, например, открытое, пожалуйста, мы видим. Грубо говоря, это управляется определенным софтом. И подключается через... Я забыл, как он через еще подключается. Интересно, расскажет про это. Вот большой минус в моей практике, то, что я не работал с такими корзинами. Я примерно знаю, что они как они. Но, смотрите, это прям вот такой, прям центр по обработке данных, прям конкретный. Это вот все под корзины сделано. Вон, какая махина. Короче, такая вот штука. Так. Где мац? Основная идея RAID состоит в следующем. Рядом с компьютерами, обычно большим сериумом, устанавливается букс дисками. Причем, картинку нельзя было закинуть, для понимания. Контроллер диска замещается RAID контроллером, который копируется в RAID массив, а затем производится обычно действием. Иными словами, операционная система воспринимает RAID как след. То есть, один большой диск. При этом у RAID массива выше производительность и надежность. Я все это объясню. Давайте дочитаем. Поскольку сказки диски обладают высокой производительностью при довольно низкой цене, и при этом один контроллер может управлять несколькими дисками, до 7 дисков на 8-разрядных модели, сказки до 15-16 разрядных, большинство RAID устройств состоит из SCAZI контроллера, предназначенного для управления RAID массивом, и бокса SCAZI, которую операционная система воспринимает как один большой диск. Таким образом, чтобы использовать RAID массив, не требуется никаких изменений в программном обеспечении. Это очень выгодно для многих системных администраторов. RAID система имеет несколько достоинств. Во-первых, как уже отмечалось, программное обеспечение воспринимается RAID массивом как один большой диск. Во-вторых, данные на всех дисках RAID массива распределены по дискам таким образом, чтобы можно было осуществлять параллельные операции. Несколько различных вариантов распределения данных и предложений. Паттерсонам сейчас известен, известно как RAID массив уровня 0, RAID массив уровня 1 и так далее. Вплоть до RAID массив уровня 5. Вообще там их 10, да? Кроме того, существует еще несколько уровней, которые мы не будем обсуждать. Таким термин уровень выбран неудачно, поскольку здесь нет никакой иерархической структуры. Просто существует 6 разных вариантов организации дисков с разными характеристиками надежности и производительности. Вот, чтобы было вам понятно. Смотрите, я могу подключить, например, свой компьютер к RAID корзине. Естественно, мой компьютер столько дисков не влезет. Бонус вот этой корзины в том, что у нее есть горячая замена. То есть, если диск вышел, например, какой-то бизнес, там есть продажи, там, не знаю, каких-нибудь авиабилетов, авиабилетов, неважно чего, какое-то, что-то связано с деньгами, нужна непрерывная работа. И представьте, диск сломался, потому что круглосуточно работает. Мне нужно его заменить. И корзина это позволяет. Как можно настроить эту корзину? И как вообще работает RAID? Вообще можно взять эти все диски, например, представим, что они имеют там размер терабайт каждый, а мне нужен большой объем. Я, естественно, свой компьютер не могу закинуть или в сервер, которого, например, вот такой вот какой-нибудь 1-юнитовый сервер, не могу много дисков закинуть. Потому что там нету просто места. Соответственно, я подключаю его и могу все диски объединить в один и получить разом, там, допустим, 30 терабайт. Мне вот нужно сделать из этого, например, облако или там базу данных запустить. Образно. Так никто не делает. Как делают? Во-первых, мы можем поделить этот RAID на две части. Первое, допустим, это как раз, по-моему, допустим, нам нужна супербыстрая производительность. Я вот не помню вот эти уровни, я могу их путать. Неважно. Я суть объясню. Допустим, пусть будет RAID 0. Мы используем схему какую? У нас есть диски, которые... используются скази-диски, которые имеют скорость 320 мегабайт в секунду. Но мне не хватает этой производительности. Мне надо 640 мегабайт в секунду, чтобы ускорить процессы на веб-сайте образно или в программе 1С, неважно, для большой крупной компании. И при этом нужен большой объем. Допустим, здесь у нас... Вот сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцати. Раз, два, три. Получается... А, четыре. 24,48. Образно. У нас здесь 48 терабайт. Но мне, допустим, нужно 24 терабайт при этом. Ускорить... Увеличить скорость в два раза. А как я увеличу скорость, когда в диске всего 320? Я, RAID, это некое программное обеспечение. И бывает RAID железный. На железе настраивается, как биос в материнском плате есть. Заходишь, там есть контрольный, настраиваешь. Бывает программный. Программный вообще не используйте. Это в крайнем редких случаях. Он некорректно работает. Надо использовать железный RAID. Я ему говорю, объедини-ка мне вот эти два диска для скорости. Он говорит, хорошо, я объединю, но ты потеряешь половину терабайт. Я говорю, меня устраивает. Мне нужно всего 24 терабайта, даже 20. Мне 48 не нужно. Мне лучше скорость. И он что делает? Допустим, он берет вот эти диски, соединяет первый с первым здесь, второй со вторым, третий с третьим. И когда я записываю 10 гиговый файл, например, в начале места, он одновременно пишет и на этот диск, и на этот. И получается, часть данных хранится здесь, часть данных здесь. И, соответственно, когда я запускаю файл, чтение быстрее происходит, потому что я считываю и отсюда, и отсюда. Но при этом я теряю в, скажем, в объеме. То есть я половину, я 24 терабайта потерял. Следующая ситуация. Допустим, мне нужен резерв. Мне ни в коем случае нельзя, чтобы ломались там, я утерял данные. Очень критично. Я говорю, рейд контроль, давай-ка рейд 1 сделаем. Он говорит, хорошо. Что делаем? Я говорю, давай-ка мы сделаем резервную копию. Вот все, что здесь хранится, мы будем записывать вот сюда. Он такой, окей, но ты тогда тоже потеряешь 24 терабайта. И смотрите, и допустим, я говорю, руки меня устраивают. Главное, чтобы было данные сохранить. И если вот этот диск ломается, точно такая же копия стоит здесь, и она в доле секунды переключается, что никакой ошибки системы, ничего не будет, никакого сбоя. В крайнем редком случае, может, там, ну, человек, допустим, страницу обновит, у него все окей будет. Образно, да? И, соответственно, вот этот диск сгорел, он работает этот. У меня здесь загорается красная лапочка, я прихожу, диск меняю. И в какой-то момент он берет обратно, загружает сюда данные и работает дальше. То есть, чтобы я потерял данные, мне нужно одновременно, чтобы сгорело два диска. То есть, вот этот и вот этот. Если сгорит, например, вот этот и вот этот, то вообще ничего страшного. Даже если вот этот, вот этот. Вот, если, главное, чтобы совпадали этот и этот, то есть по номерам образно, тогда я потеряю данные. Но идем дальше. Сделали, придумали RAID 4. Допустим, я хочу, чтобы у меня была и производительность, и скорость. Он такой, окей. Тогда мы что делаем? Мы берем... Также используем половину дисков. Сейчас я немножко запамятил. Или не RAID 4? А RAID 10, это называется. Что такое RAID 10? RAID 10, по-моему, да? Это когда мы используем RAID 1 и RAID 0. Получается RAID 10. Как мы это используем? Мы половину дисков берем. Смотрите. Допустим, мы половину берем дисков под... То есть делим образом на 4 части. Так выходит, да? Мы берем часть дисков под производительность, чтобы быстрее было. И под резервную копию. Ну, по факту выходит, что мы делим на 2 части. Опять же, мы теряем в памяти. Но при этом, когда происходит чтение, именно чтение, мы получаем двойную скорость. Почему? Потому что у нас данные хранятся на 2. То есть мы делим на половину. Сделали копию. У нас работа в копии. И при чтении мы получаем большую производительность. Почему? Потому что мы читаем с двух дисков. С двух дисков. Одновременно. Получается там 320 плюс 320 образно, да? Если мы записываем, то у нас скорость будет опять же та же. 320, например. Потому что мы записываем... Это зеркальная копия. Это не в разных местах. Это зеркальная копия. Мы записываем с такой же, как на один диск, но считываем сразу 2. И придумали RAID 5. Вообще, что такое RAID 5? Они говорят, давай-ка мы что сделаем? Мы поделим вот это вот диски на 4 части. Там немножко другая. Сейчас я сейчас вспомню схему. Грубо говоря, это самый быстрый RAID для чтения. Получается. И для записи. Допустим, мне нужно записать файл. И он записывает сразу на 3 диска. На 3 диска. Он использует сразу 3 диска. Он записывает часть сюда, часть сюда, часть сюда. Одновременно. И получается... Вот образом представили, что здесь вот 4, да? Столбика. Сейчас мы это будем читать. Просто я думаю, хотел вам объяснить. И получается раз-раз. И свою память проверяет заодно. Мы записываем файл. Он сразу на 3 диска записывает. А 4 столбик для бэкапа. Он что делает? Он, допустим, вот данные. Отсюда и отсюда. Он резервную копию делает часть с первого диска. Часть составляет со второго диска. Вот с этого столбика. И третью хранит здесь. Как бы у него здесь часть резервной копии. Не совсем безопасно, но зато по скорости очень... То есть какая-то резервация есть, но небольшая. Вот насколько я помню. Сейчас мы проверим, насколько я правильно помню. То есть разные манипуляции. Их немного комбинаций, которые позволят... То есть вам нужна производительность, пожалуйста. Вам нужна резервная копия. Надо запомнить, что мы стараемся всегда использовать RAID 10. Теряем в 2 раза больше... Место. То есть 2... Ну, половина места уходит. Но при этом у нас есть резервная копия, что важно. Нам важна резервная копия, чем производительность. Но при этом производительность тоже было бы неплохо. Поэтому RAID 10 совмещает. Это был самый дорогой вариант, на самом деле, из всех RAID. Окей, давайте читать. И еще картинки посмотрим. Интересно, сложная тема. Ну, как бы не сложная, она простая. Рейд массив уровня 0 показан на рисунке 2.19а. Пожалуйста, сейчас. Он представляет собой виртуальный диск, разделенный на полосы, стрипс. По К секторов каждый. При этом сектор 0 по К занимает полосу 0, сектор с К по 2 К, 1 полосу 1 и так далее. Для К... Вот это объяснение, конечно. Для К равно 1, каждая полоса это сектор. Для К 2, каждая полоса это 2 сектора. И так далее. В RAID массиве уровня 0 полосы последовательно записывается по кругу, как показано на рисунке 2.19а. Это называется распределением данных по дискам. На рисунке изображен RAID массив с четырьмя дисками. Например, если программное обеспечение выдает команду для считывания блока данных, состоящих из четырех последовательных полос и начинающих на границе между полосами, то RAID контроллер разбивает эту команду на четыре отдельных команды. Каждый для одного из четырех дисков, выполняет их параллельно. Таким образом мы получаем устройство параллельного ввода-вывода без изменения программного обеспечения. Очень сложное объяснение здесь. RAID массив уровня 0 лучше всего работать с большими запросами. Чем больше запросов, тем лучше. Если в запросе требуется задействовать полос больше, чем дисков в RAID массиве, то некоторые диски получают по нескольких запросов. И как только такой диск завершает выполнение первого запроса, он приступает к следующему. Задача контроля состоит в том, чтобы разделить запросы должным образом. Послать нужные команды с соответствующим диском в правильном последовательности. Затем правило записать результаты в память. Производительность при таком подходе очень высокая, реализация достаточно простая. RAID массив уровня 0 хуже всего работать с операционной системой, которая время от времени запрашивает небольшие порции данных по одному сектору. То есть можно соединять, ну RAID объединять в 2 диска, в 4, то есть зависит, можно и в 10 дисков объединять. То есть это там от архитектуры зависит, ну как бы минимально это всегда 2 диска. Здесь не очень понятно как бы отображение. Ну мы видим 1, 2, 3, 4. То есть данные он, видите, записывает сразу на 4 диска в данном случае. Я, например, говорил там про 2 диска, нуки. Потом другая полоса. Но проблема в том, что если выйдет один из дисков, все накроется, понимаете, да? Если там, например, база данных лежала, то без большого куска это уже будет... Не нужно никому базы данных. Давайте посмотрим картинки. Здесь RAID уровень 1, смотрите. Идет такой же RAID 0, но плюс еще идет резервация. Видите, он также работает, но дополнительно сделали... Это то, что я про RAID 10 говорил. Почему-то здесь вот так отображено. Ну окей. Видите, также он быстро записывает, но при этом тоже делается резервная копия. Соответственно, если этот диск выпустит из строя, его заменит вот этот диск. Рейд уровня 2. Вообще не помню, что это такое. Как-то странно он работает. Ну окей. Непонятно. Рейд уровня 4. Полоса 0,1. Он также записывает и какую-то делает резервацию. Ведь в сером виде марии бэкап отображается. с 0 до 3 делает копию. С 4. Ну получается, как бы, для ускорения, видите, кажется, как он вместит себе место 4 дисков. Да никак не вместит. Просто объем у этих 4 дисков такой же, как у одного. Понимаете? Если, например, здесь 100 гигов диск, 100 гигов диск, 100 гигов диск, 100 гигов и здесь 100 гигов, то они, каждый диск берет, вот, стоит разделить. Это полоса 0,25 гигов, образно. Если бы одна так была. Допустим, вот это вот 33 гига. Получается, хотя, ну, вот эти все полосы, это 20. 100 гигов. Блин, я сам, сам себя запутал. Сам себя запутал. Как же вам объяснить-то? Короче, смотрите, он записывает, например, 10 гигов файл. И для резервации получается, если 2 диска мы используем, например, для быстроты, вот 100 гиговый диск, вот второй 100 гиговый диск, то у нас не будет 200 гигов. У нас будет те же 100 гигов, просто они делятся на 50. Если используем 4, получается, по 100 гигов, у нас не будет 400 гигов. У нас будут те же 100 гигов, хоть 50. Просто увеличивается скорость. И, грубо говоря, вот этот диск использует всего 25 гигов. Вот эти 3 полосы, 25. Это 25. Соответственно, этот диск не в 4 раза, но имеет те же 100 гигов. и, грубо говоря, здесь можно выставить 50 дисков по 100 гигов. Соответственно, скорость будет 50 раз выше, а для бэкапа хватит одного диска. Вот. По сути так. Но если этот бэкап навернется, то есть, шанс-риск тоже есть большой, но не такой, как у первого, например. Если диск здесь навернется, бэкап, и еще один какой-то, то все. Хана. Если каких-нибудь 2 навернется, то ничего страшного. Даже если они все навернутся, и бэкап целый, и диск, то окей. Здесь же, чтобы все навернулось, необходимо, чтобы 2 одинаковых диска вышли в строй. Например, второй и второй. Рейд уровня 5. Смотрим. Каждый диск более безопасен. Все, я неправильно про Рейд 5 вам рассказал. Видите, он использует, также разделен, но бэкап разделен на к разной части. Получается, если один диск из стройа выйдет, то у другого диска есть бэкап. Любой диск может выйти. То есть, будет жопа, если выйдет 2 диска любых. Но, в принципе, это не так безопасно, как... То есть, здесь получается, у нас вы должен выйти именно этот и еще один, а здесь 2 любых. Вот это безопаснее получается, потому что надо, чтобы именно этот вышел в строй. Но вот это по производительности, здесь скорость в 5 раз быстрее. Интересно, кстати, вот это мне больше нравится, чем вот это. Ну, хотя, мини, опять же, видите, безопасно. Здесь прям 2 любых выходит и все. А здесь, если 2 вот этих выйдет, то ничего страшного. Вот. Поэтому, хотя, если, например, вот этот и вот этот выйдет из строя, да? если здесь у них вот 8 и 11. Вот, например, вышли вот эти, из строя. Нету копий 16 и и 12 нету. Все. Но скорость больше будет. То есть, здесь 4 раза быстрее, здесь 5. Ну, вот, в принципе, весь рейд. Ой, давайте картинку лучше глянем. Рейд. попроще. Ну, эти рейд 1 просто копия. А здесь, кстати, вот, почему, да, рейд 1, как я объяснял. Видите, просто копия. Вот здесь отойдет рейд 0 для скорости а1 и а2 вот записывает, да? А рейд 1 это копия. Вот, ой. Вот это то, что они показывают, это рейд 10. Вот, смотрите, вот это рейд 10. Давайте, рейд 10. Сейчас вы увидите ту же самую схему. Пожалуйста, вот рейд, ну, 1 плюс 0, как я и говорил. Идет, вот, рейд 1. Копия, да? Ну, немножко по-другому, но тем не менее. вот здесь какая-то интересная схема. Вот, рейд 10. Вот, а для скорости, да, вот, нормально схема. А там еще отличается 1 плюс 0, 0 плюс 1. Вот я про это говорил. Смотрите, рейд 0, который для скорости идет, и просто его копия. Вот это самое безопасное. Короче, что вам нужно запомнить, чтобы мы это упростили? Вот, рейд 5, кстати, есть. рейд 10. Вам нужно запомнить рейд 10. Я думаю, мы на уроке, если получится, будем собирать рейд 10. Давайте здесь на примере этой картинки. Здесь, кстати, нету. Окей, здесь нет. Смотрите, что вам нужно. Если для скорости вы хотите, то вам рейд 0. Просто, если вам не важно, и вы уверены в надежности диска, рейд 0. Имеет смысл в современных дисках, если, например, у меня же здесь на ноутбуке стоит один диск. Ну, два диска, как бы. В принципе, можно было бы, если был комп, сделать рейд для большей скорости. Но мне, в принципе, хватает. И не нужно. Там 1,7 гигабайт в секунду мне рейд не нужен. Вот. Но если вам нужно, вы можете сделать. Для... На работе не используйте рейд 0. На работе используется система срезервирования. Никогда не используйте без резерва. Это, то есть, либо рейд 10, рейд 1. То есть, минимум вы должны использовать рейд 1. У вас должен быть всегда, как бы, минимум рейд 1, резервная копия. Либо что-то вот из этого. Хотите использовать, например, нужную скорость, используйте там, не знаю, рейд 4 для баз данных образно. Я всегда использую 10 рейд. То есть, покупаете 4 диска, объединяете в рейд 10. Купили, например, 4 диска по терабайту, у вас получится всего 2 терабайта скорость и 2 копии. Если у вас диски, например, HDD со скоростью 300 мегабайт, вы получите 600 мегабайт в секунду скорость чтения, при этом у вас будет всегда резервная копия. Чтобы у вас что-то накрылось, у вас должно 2 одновременно диска. Также важный момент, как поправильно сделать, но на практике это нереально. Вы купили диск, нельзя их сразу использовать. Вы должны поставить один диск, месяц поюзать его, вытащить, потом добавить второй. То есть, чем разница больше между дисками, тем лучше. Для чего это делается? Например, вы ставите 4 одинаковых диска, только купили, у них одинаковый срок службы. Они, соответственно, могут в одно время выйти, велик шанс. Это рекомендация, но на практике я не знаю, как использовать. Ты купил диск, ты поставил. Вот, и молишься все вышли, чтобы они одновременно не вышли. Возможно, имеет смысл, как бы разные диски не имеет смысла покупать, нужно тоже одинаково стараться. Модель, серия одинаковая. И все. Но если получится как-то вам организовать вот это дело, чтобы как бы сначала один диск месяц поюзали, потом другой, это вот поправильно. но как это на практике, по-моему, невозможно. Это надо контролировать, когда особенно у тебя много дисков. Все, RAID 10 вот запомнили, это основа. Нет денег, делать какой-нибудь там, и нужна скорость больше, делайте другой RAID. Сейчас если создать диски, которые по 7 гигабайт в секунду делают, то есть, это гораздо быстрее, чем любой RAID. два таких диска купили и сделай RAID 1. То есть, один диск просто и второй зеркальная копия. Получается, два диска купили по терабайт, у вас будет всего терабайт, скорость как с одного диска, но при этом у вас будет резервная копия, что хорошо. Окей, дальше идем. RAID массив уровня 0 хуже всего работать с операционными системами, которые время от времени запрашивают небольшие порции по одному сектору. Сейчас дочитаем, тут немножко осталось, здесь будет сложно, постарайтесь понять, но я вам суть объяснил. За обращением. В этом случае результаты окажутся, конечно, правильным, но не будет никакого параллелизма, и следовательно, никакого выигрыша в производительности. Другой недостаток такой структуры состоит в том, что надежность у нее потенциально ниже, чем у слет-диска. Например, рассмотрим RAID массив, состоящий из четырех дисков, на каждый из которых могут происходить сбои в среднем каждые 220 часов. То есть сбой в таком RAID массиве будет случаться примерно каждые 5 часов. При этом все данные могут быть утеряны. У слет-диска сбои происходят также в среднем 20 часов. Но так как это всего один диск, его надежно четыре раза выше, поскольку описанные разработки нет никакой избыточности. Это не настоящий RAID массив. Следующая разновидность RAID массива уровня 1. Он показан на рисунке 2.19b. Вот. В отличие от RAID массива уровня 0 является настоящим RAID массивом. В этой структуре дублируются все диски. Таким образом получаются четыре исходных диска и четыре резервных копий. При записи информации каждая полоса записывается дважды. А, здесь смотрите, здесь в схеме видимо да, я а нет, здесь не так. Короче, не так. Здесь какой-то странный RAID какое-то странное описание. По факту RAID 1 это допустим четыре диска по четыре терабайта получается здесь четыре терабайта и четыре резервных. Все. Здесь они еще используются под руками записи. Окей, может я что-то не так знаю. Что-то перепутал. В отличие от RAID массива уровня 0 является настоящим RAID массивом. В этой структуре дублируются все диски. Таким образом получаются четыре исходных диска и четыре резервные копии. При записи информации каждая полоса записывается дважды. При считывании может использоваться любая из двух копий. При этом одновременно может происходить загрузка информации с большого количества дисков, в ритме сильнее уровня 0. Следовательно производительность при записи будет такая же как у обычного диска, а присчитывание гораздо выше. Максимум в два раза. Отказоустойчивость отличная. Если происходит сбой на диске, вместо него используется копия. Восстановление состоит просто установки нового диска и копирование всей информации с резервной копии на него. В секторов рейт массив уровня 2 оперирует словами, даже байтами. Представим, что каждый байт виртуального диска разбивается на два фрагмента по 4 бита. Затем каждому из них добавляется код Хемминга и таким образом получает слово 7 бит, у которого 1, 2, 4 бит отчетности. Затем представим, что 7 дисков изображены на рисунке 219 в 7 бит. Синхронизирован по позиции кронштейна и позиции вращения. Тогда за одну операцию можно записать слово 7 бит с кодом Хемминга на 7 дисков по 1 биту на диск. Подобная схема использовалась в SM2 фирмы Thing Machines. К 32 разрядному слову с данными добавлял 6 бит четности код Хемминга. В результате получилось 38 разрядное кодовое слово, к которому добавляется дополнительный бит четности. на 39 диск. Общая производительность была огромной, так как одновременно запись 32 сектора данных. При утрате одного диска проблем также не возникало, поскольку потеря одного диска означало потери одного бита в каждом 32 разрядном слове. А с этим код Хемминга справлялся моментально. То есть упор идет на скорость. Даже резервный копия не делала, а упор на код Хемминга. интересный ход, да? Ну, надеюсь, все поняли. Еще раз, резервной копии нету, но если теряется один бит, код Хемминга легко может понять, что за бит был утерян. Соответственно, 39 большая производительность скорости была, не нужно использовать отдельно под резерв. Но если сломается три диска в 39 тогда он точно не справится. Однако подробная схема требует, чтобы все диски были синхронизированы по вращению. Кроме того, не имеет смысла использовать только если имеется достаточно большое количество дисков. Даже при наличии 32 дисков данных и 6 дисков для битов четности накладные расходы составляют 19%. К тому же имеет место большая нагрузка на контроллер, поскольку он должен вычистить контрольную сумму кода Хейминга при передаче каждого бита. Рейт массив уровня 3 представлен собой упрощенный вещь рейт массив уровня 2. Он изображен на рисунке 219G. Здесь поменьше есть резерв. Здесь для каждого слова данных вычисляется 1 бит четности записывается на диск четности как и в рейт массиве уровня 2. Диски должны быть точно синхронизированы, поскольку каждое слово данных распределено по нескольким дискам. На первый взгляд может показаться, что один бит четности позволяет только обнаружить, но не исправлять ошибки. Если речь идет о произвольных ошибках, это наблюдение верно. Однако, если речь идет о сбое диска, бит четности обеспечивает исправление ошибки. В одном бите, поскольку позиция неправильного бита известно. Если происходит сбой контроллер, выдают информацию, что все биты равны нулю. Если в слове возникает ошибка четности бит диска, на котором произошел сбой, должен быть равен одному исследователю, он исправляется. Хотя рейт массив уровня 2. 3. Обеспечив очень высокую скорость передачи данных, число запросов отустроится ввода вывода секунду не больше, чем при наличии одного диска. Не пользуется популярностью 2. 3. Даже про них не знал. 0. 1. 5. 10. То есть 6. Рейд и так далее. 7. 0. 1. 5. 10. То есть в основном все используют либо 1, либо 10. Рейд массива уровня 4. 5. Как рейд массива начальных уровней работает с полосами. Давайте посмотрим здесь 4. 5. То есть здесь один диск под резерв, а здесь распределен резерв на каждом диске. Работает с полосами, но не со словами, имеющей бит и четности. Не требует синхронизации дисков. Рейд массив уровня 4. Смотрите на рисунке. Устроен так же, как рейд массив уровня 0. С тем отличием, что у рейд массива уровня 4 есть дополнительный диск, на котором записывается полоса четности. То есть взяли диск 0, добавили резервный диск. Например, пусть каждая полоса состоит из скб байт все полосы объединяются операцией, исключающего или. И полоса четности для проверки этого отношения также состоит из скбайт. Если происходит сбой на диске, утраченные байты могут быть вычислены заново при помощи информации с диска четности. Такое решение предохраняется от потерь на диске, но и значительно снижает производительность в случае небольших исправлений. Если же имеется один сектор, необходимо считать информацию со всех дисков, чтобы опять вычислить бит четности и записать их заново. Вместо этого можно считать с диска прежние данные и прежние биты четности, из них вычислить новые биты четности, но даже с такой оптимизацией процесса при наличии небольших исправлений требуется произвести два считывания и две записи. Такие трудности при загрузке данных на диск четности могут быть препятствием для достижения высокой производительности. Эта проблема устраняется в рейт-массиве уровня 5, в котором биты четности распределяются равномерно по всем дискам и записываются по кругу, как показано в рисунке 2.19. Однако в случае сбоя диска восстановить содержание ранее утраченного диска достаточно сложно. Хотя возможно. Ну, как я говорил, что сложно все это. Видите, даже при сборе одного диска. Вот тут SSD идут, флэш-памяти, CD-ROM. Ну, я думаю, уже оставим на следующий урок, потому что очень много информации было. Большая RAID-тема будет с домашним заданием. Посмотрите, загуглите RAID-схемы. Постарайтесь сами посмотреть, разобраться, какие-то дополнительные информации, поработайте с RAID-схемами, посмотрите YouTube, на YouTube, пожалуйста, вот хорошее отображение схем, как работает. просто например, какую-нибудь статью надо поискать, вот самостоятельно. Какой RAID выбрать? RAID выбрать, какой мидс. Тут софт какой-то для восстановления. Статью, то есть если вы поняли окей, то можно как бы не делать домашнее задание. если вы не поняли, то вам дополнительно нужно выбрать RAID. Вот Nix, например, статью какой-то. RAID 0. Смотрите, вот схема есть. Вот, отличная схема. Видите, 4 диска, они как бы образуют один диск, показано. RAID 1. Тоже показано один диск, несколько дисков обычно 2, работают синхронно на запись, дублируют друг друга повышение. Пожалуйста, видите, 0, Stripe, 4 диска. Здесь идет объяснение. Режим, при использовании которого достигается максимальная производительность данных, равномерно распределяется по дискам массива, диски объединяются в 1, который может быть размечен на несколько. Распределение операций чтения позволяет значительно выйти скорость работы, поскольку несколько дисков одновременно читают и записывают свои порции данных. Пользуя доступен весь объем дисков. Но это снижает надежность хранения данных, поскольку при отказе одного из дисков массива обычно разрушается и восстановить данные практически невозможно. область применение приложения приложения требующего высоких скоростей и обмен с диском например видеозахват видеомонтаж рекомендует использование с высоконадежными дисками mirror rate 1 несколько дисков обычно 2 работают синхронно на запись то есть полностью дублирующие до другого. Повышение производителей происходит только при чтении. Самый надежный способ защитить информацию от сбоя одного из дисков. Из-за высокой стоимости обычно используются при хранении очень важных данных. Высокая стоимость обусловлена тем, что лишь половина от общего объема диска доступна для напольства. То есть два диска по трабайту используем в доступе всего один. 1 плюс 0, RAID 10. Также иногда называется RAID 1 плюс 0. Комбинация двух первых вариантов массив RAID 1 имеет скоростные преимущества RAID 0 и преимущества надежности RAID 1. Сохраня недостаток высокую стоимость дискового массива, как эффективная емкость массива равна половине емкости использования диска. То есть 4 диска по терабайту мы получаем всего 2 терабайта в числе. Для создания такого массива требуется минимум 4 диска. При этом число должно быть четным. RAID 0 плюс 1 из массива RAID 0 фактически не применяется из-за отсутствия преимуществ по сравнению с RAID 10 и меньшей отказоустойчивостью. Здесь немножко непонятно. Ага, все понял. Вот мы получаем логический диск. Здесь у нас диск как бы для скорости. Странная схема, на самом деле я не очень понимаю. Стриппинг типа для скорости 2. И типа каждые два диска резервирует вот этот диск. Короче, RAID 10, вот 4 диска, 2 используются, почему здесь как-то непонятно все равно. 4 диска, 2 используются для скорости, то есть они, когда ты записываешь, и 2 дублируют эти диски. То есть взяли RAID 0, где 2 диска для скорости. И просто в класс я заехал, добавили 2 диска для резервной копии. Все очень просто. Похожий на RAID 10 вариант распределения данных по дискам, допускающего использование несчетного числа дисков. Максимальное количество, минимальное количество 3. 1Е. Странно, короче. Получается, ну, чтение будет в три раза быстрее, в отличие от 2. Все, ну, выходит... Выходит, что еще дороже вариант. Потому что памяти будет 3 терабайта, будет всего 1 терабайт. 2, 3, 4 различных вариантов распределения хранения данных с дисками. Выделены под коды четности с различными примерами блоков. В настоящее время практически не используется. За невысокой производительности необходимости выделять много дисковой емкости под хранение кодов ЕЦЦ или четности. Ну вот, детей не слышал. RAID 5. Массив также используемый. Вот почему вот они не писали книгу, у них все просто здесь написано. И здесь слишком заумно написали в книге. Массив также использующий распределенное хранение данных, аналогично RAID 0. И объединение в один большой логический диск. Распределение и хранение кодов четности для восстановления данных при сборе. Относительно... Относительно предыдущей конфигурации, стрип блока еще больше увеличен. Возможность как одновременно чтения, так и запись. Плюсом этого варианта является то, что доступно для пользователя емкость массива уменьшается на емкость лишь одного диска. Хотя надежность хранения данных ниже, чем у RAID 1. По сути является компромисс между RAID 0 и RAID 1. Получается здесь 5 дисков. По терабайту доступно будет только 4. Восстанавливая Лена без потерь в автоматическом режиме, минимальное количество дисков для такого массива 3. Программная реализация RAID 5 встроена в южные мосты материнский плах. Не отличается высокой скоростью записи, поэтому годятся только не для всех применений. Массив аналогичный RAID 5, однако кроме распределенного хранения кодов в четность используется распределение резервных областей. Фактически задействует жесткий диск, который можно добавить в массив RAID 5 в качестве запасного. Такие массивы 5 плюс или 5 плюс пар в RAID 5 в массиве резервный диск проставят до тех пор, пока не выйдет из строя. Один из основных жестких диск в то время, как в RAID SSE массив этот диск используется совместно с остальными HDD все время, что положительно сказано производить массив. К примеру, массив RAID 5 SEE из 5 HDD сможет выполнить 25% больше операций ввода-вывода в секунду. RAID 5 массив из 4 основных и основного минимального количества дисков. Такого массив 4. Короче, здесь вот... Где у нас RAID 5? Вот. Не очень, я понял. Короче, получается, вот RAID... Он использует 4 диска, а 5 простаивает, пока не выйдет из строя. А здесь он использует сразу все диски. Соответственно, скорость больше. Вы видите, 25% выходит. Прогрессивнее. Но тогда есть шанс, что, получается, выйдет резервный диск. Потому что... Потому что... Потому... А так, смотрите, вот это получается... Не знаю, вот это лучше схема, мне кажется. Хоть и 25% производительности теряется. Причем 25%, мне кажется, слишком много, 25%. Неправильно, как посчитали. Здесь диск стоит, но он не используется. Соответственно, у него ресурс меньше. Он же бэкапный. Для этого его ставят. А если здесь используется, он сразу... Эти все диски могут выйти из строя. Что как бы не очень. RAID 6. Аналог RAID 5 с большим уровнем избыточности. Информация не теряется при отказе двух любых дисков. Соответственно, общая емкость массива уменьшена на емкость двух дисков. Минимальное количество дисков необходимое для создания массива такого уровня 4. Скорость работы в общем случае примерно аналогична RAID 5. Рекомендуется для применения, где важна максимальная надежность. То есть как RAID 5, но с резервацией. 3 диска идет под скорость. То есть в RAID 10 идет 2 диска под скорость. То есть 3 диска идут под скорость. 3 под БК. RAID 50. Объединение двух или более. Но это крайне редко применяется. Массив RAID 5 в страйпе. То есть комбинация RAID 5 и RAID 0. Частично исправляющий главный недостаток RAID 5. Низкую скорость записи данных. За счет параллельного использования нескольких таких массивов. Общая емкость массива уменьшается на емкость двух дисков. Но в отличие от RAID 6, без потери данных, такой массив переносит отказ лишь одного диска. Минимальное необходимо число дисков для создания RAID 50 равно 6. Наряду с RAID 10 это наиболее рекомендован уровень RAID. Используем для приложения, где требуется сок производитель. Сочетание приемлемой надежности. RAID 60, объединение двух массивов RAID 6, Stripe. Скорость записи повышается примерно в два раза относительно RAID 6. Минимальное количество дисков в создании такого массива ввозь. Информация не теряется при отказе от двух дисков из каждого RAID массива. То есть здесь два диска отказал, здесь два диска. Но если здесь откажутся вот эти два диска, а здесь смотрите, здесь буковки разные, значит здесь и здесь могут разные отказать. И тогда будет все окей. Матрикс RAID технология реализована фирму Intel в своих южных мостах, начиная с ACH 6R, позволяющая организовать всего на двух дисках несколько массивов RAID 0 и 1, одновременно создавая разделы как с повышенной скоростью роут, так с повышенной надежностью сохранения данных. Ничего себе. Ну, какая-то звучит очень подозрительно. Ну, я видел у них софт. Окей. G-Bot от английского Just Bunch of Disc. Последовательное объединение физических дисков в один логический, не влияющий на производительность. Надежность при этом подает аналогично RAID 0. При этом диски могут иметь разные размеры. в настоящее время практически не применяется. Один раз или два раза применял такую функцию. То есть, допустим, нужно, чтобы диск D был увеличить диск D. При этом, чтобы был один. Мне так удобно. Я не хочу два диска. Я хочу, чтобы был один. То есть, и можно объединить их в один. Вот. Для чего-то мне надо было. Там какие-то файлы большие я хранил. То есть, удобно, в принципе. Можно так сделать. Просто если человек хочет запариться, то, в принципе, можно. Вот. Если вы не поняли, посмотрите другие видео про RAID. Я базу вам дал. Просто нужно понять дальше по схеме, посмотреть, подумать, как это объединяется. Для чего-то. То есть, задача простая была изначально, как мы узнали в истории. О том, что давайте ускорим диски. Потому что процессоры растут, оперативная память растет по скорости, а диски отстают. И придумали вот такие вещи с отказа устойчивостью. Для нас важно запомнить, что есть RAID 1, RAID 10. Остальные не имеют смысла на самом деле использовать. То есть, основная... То есть, я даю предпочтение резервной копии, чем производительности. Резервная копия должна быть всегда. В любом случае. То есть, это разный случай. Например, стоит у вас контроллер домена. У вас, во-первых, контроллер домена должен быть на диске с RAID. Там не нужна скорость, нам нужна производительность. Резервная копия. Диск один вылетел, второй работает. Более того, еще делаются два контроллера домена. Три контроллера домена делаются. Это я все делал, чтобы... Если вдруг первый взорвется, а второй не выдержит нагрузку, взорвется. У меня там сервер стоял такой здоровый. Потом... Получается, мощный компьютер стоял. И такой дохленький я поставил третьим, который на всякий случай. Вдруг мало ли что. Эти два сдохнут. У меня будет третий. И он, по-моему, раз даже пригодился. Под базы данных, опять же, рисковать базой данных. На самом деле, допустим, вы делаете резервную копию каждый день. И представьте, накрылся диск. У вас очень быстро, но накрылся. Во-первых, день работы минус. Бухгалтера там в шоке будут. Они сделали отчетность и так далее. А там им придется все заново. Они будут вспоминать, что там не доделали, что сделали. Это очень сложно, на самом деле. Даже для компаний в 100 человек один день отката базы назад. Для менеджеров им придется заново заявки, заново проводить какие-то позиции по складу и так далее. Это куча проблем. Это я про один день говорю. Это реально я с этим сталкивался. Были и поломки, и атака вирусов, и какие-то сбои. Бывал, давал доступ программисту по просьбе главного бухгалтера, хотя не хотел этого. И финансового директора. И он накрыл сервак. Мне пришлось восстанавливать это. Короче, много проблем. И резервная копия, это наше все, запомните. Так что, если вы поняли, то просто перемозгуйте. На следующий день подумайте об этом, посмотрите схемы, чтобы для вас не было служа. Это важная тема. Это основа. То есть, любой сервер обязан, должен быть с рейдом. Любой. Любой. Никаких исключений. Там, типа, можно, если вам директор говорит, ой, как можно сэкономить? Вы такие резервы. Нет. Лучше, не знаю, сервер не покупать. Вы, если сэкономите на рейде, на сервере, представьте, вы его настроите, а потом у вас все сервак накроется с базой, с операционной системой. Это многомиллионные могут быть потери. Реально, многомиллионные. Я без шуток говорю. И... А цена вопроса там 20 тысяч рублей. Так что, резервную копию не забываем. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова